Про то, какую большую работу проделывают люди в фитнес. Какую? Ну, вообще, сколько уже клубы у нас в совхозе работают? В этом фон? Да. Старый. Такой большой? А что ты хочешь, что ты, Мадир, скажи мне? Про чемпионат? Нет, ну, чемпионат. Ты мне скажи, сегодня чемпионат же проходит он... Раз в год. Один раз. Один раз в год. Мы недавно какой-то чемпионат снимали здесь. Да, смотри, это именно чемпионат фитнес-холдинг. То есть внутри холдинга клубы соревнуются между собой. Ну, и, соответственно, чья команда победит. То есть приезжать к команды. 8 человек детей, 4 тренера. Дети соревнуются в личных зачетах. Плюс эстафеты плывут. Тренеры плывут, эстафеты только. И по очкам выбирается лучшая команда. То есть большее количество очков. Кто-то выигрывает, что получается? Приз. Да? Мы сегодня с Оренбурга даже приехали, да? Да, это же к нашему полный вопрос. Фитнес. Скажи, а вот как развивается у нас... А ты что, запишешь, записываешь, что ли? Это интервью. Записываешь? Конечно. Я думала, просто с тобой беседуем. Так это и нормально. Информация, да, соответствует, действительно? Да, да, соответствует. Скажи, а как развивается вообще в совхозе меня Ленина фитнес? Уже второй год, третий год занимаюсь. Ну, если пандемию не учить. Именно сам фитнес, не плавание тебя интересует? Нет. Прекрасно развивается. То есть, ну, у нас был небольшой перерыв в пандемии, но мы проводили онлайн-уроки для тех, кто желал продолжать и не сидеть дома. То есть у нас все как бы... Мы не останавливались, у нас перерывы все идет. Ну, у вас очень хорошие специалисты, я это могу подтвердить, собственно. Но потом у меня в прошлый раз, когда мы писали интервью, был гораздо больше животных. Я вообще заметила, что... Я, кстати, не верила. Почти 13 килограмм. Я не верила вообще. Мне очень помогли твои советы, кстати. Я думал, что если буду просто тренироваться, все пройдет. Оказывается, надо кушать еще меньше. Да, я такая думаю, ой, да ладно, он все равно не будет собрать диету, поэтому у него ничего не получится. А ты все-таки, да, с питанием немножко надрегулировал. Ну, у вас, правда, хорошие специалисты. У тебя вообще живота нет. У меня уже больше живот. Мотивирует очень хорошо, правда. Это очень здорово, потому что это меняет жизнь в целом человека, когда он становится более потянутый, спортивный, у него появляется больше сил, он может себе новые цели ставить, решать старые проблемы. Поэтому спорт и жизнь, они очень сильно связаны. Я это могу подтвердить. А сколько людей вовлекается в эти занятия оздоровлением, спортом? У нас очень много, сейчас я даже не скажу, у нас сейчас активных, ну, вообще членов нашего клуб около 8 тысяч. Может быть, конечно, не все ходят регулярно, но около 300-400 человек в день приходят заниматься. Ну, то есть 400 человек бывает, что за ним приходят. А как вот, ну, в последнее время, когда, ну, можно сказать, такие санкции большие и так далее, вот, как люди больше спортом занимаются? Да, вот, как ни странно, люди углубились в спорт. То есть они даже стали тратить деньги на себя. Очень много стали заниматься именно персонально с тренером, то есть не отдельно, самостоятельно, а в тренажерных зале или бассейне. То есть они именно индивидуально занимаются, чтобы достичь большего результата. Санкции как бы увеличили поток людей. Я слышал один разговор в бане, подслушал, когда мужчина другому хвастался, что он на депозит положил большие деньги, потому что они не сгорят. Ну, да. Наш клуб приветствует депозитную систему, где гость клуба кладет свои деньги на депозит, соответственно, с депозитом покупают уже все услуги со скидкой. Ну, это намного выгоднее. Деньги не сгорят, да. Они, если что, вернутся в здоровье, как бы, однозначно. Скажи, вот, сегодняшние соревнования, количество участников и география, она какая? Значит, в этих соревнованиях принимает участие только клуба холдинга. То есть мы не приглашаем со стороны других участников, хотя у нас было много желающих, хотели из другой сети участвовать, но так как у нас чемпионат только для клуба холдинга, у нас приняли участие 8 команд. Одна команда из Оренбурга, несколько команд из Москвы, Матища и Совкоза две команды, «Любий фитнес», «Аэллофитнес», «Одинсова». Ну, то есть все клубы, которые входят в наш холдинг, где есть бассейн, где есть плавание, они приняли участие практически все. А возраст как-то? Да, то есть там было специальное положение, указывали специальные возрастные категории и сформировали команду по положению. То есть от 2015 года до… Сейчас мне даже не собрать… До 2007, по-моему. Ну, то есть у нас все по положению было положение составлено, и положение формировали команду. Какие еще соревнования, кроме плавания, проводят? Мы проводим раз в год вот такой чемпионат среди клубов холдинга, потом мы проводим 4 раза в год открытые соревнования по плаванию, куда мы приглашаем клубы, все клубы, желающие посоревноваться с нами, друг с другом. И 2 раза в год мы проводим внутренние соревнования, где соревнуются только дети внутри нашего клуба. То есть мы сначала внутренние проводим, потом отбираем на какие-то открытые. Внутри клуба люби фитнес? Люби фитнес, да. Внутренние всегда проводим, потом детишек более успешных на другие соревнования направляем. На открытые среди клубов. И вывозим детей на соревнования квалификационные, где они получают разряды. Вот недавно наши дети ездили в бассейн труд, там проводили соревнования, и они защитили третий взрослый, второй, третий юношеский и второй юношеский разряд. Елена Ивановна Добренкова, это вот народная глава совхоза имени Ленина, в интервью, которое я только что у нее записывала, пожелала подготовить олимпийского чемпиона, потому что в соседней развилке в бассейне такое случилось. Как ты считаешь, это возможно? Ну, вообще возможно. Но я не знаю такой информации, что там олимпийский чемпион развилки. Она же назвала фамилия. Да? Нет, конечно, мы будем все... У нас для этого есть все условия, на самом деле, но когда ребенок хочет углубиться больше в спорт, это, конечно, специализированная школа, где каждодневные тренировки, там более двух часов, это такой уже более серьезный уровень. У нас все равно идет как бы, ну, спорт вместе с оздоровлением. С оздоровлением. Скажи, пожалуйста, вот другие виды спорта, по ним соревнования проводятся, есть же еще и гимнастика. Да, мы проводим тоже часто соревнования по художественной гимнастике, по батутному спорту. У нас вчера были, они были на территории фитнес-клуба I Love Fitness, потому что там батуты чуть пошире, там проводились соревнования. По ночевому бою мы проводим у нас такое направление, представленное в обоих клубах. И сейчас по боксу мы проводим соревнования у нас в Дегасе 30 апреля. И планируем развивать боевые искусства, чтобы тоже в дальнейшем проводить какие-то любительские соревнования. Дальше, может быть, перейдем. Я смотрю, самбо, по-моему. Да, мальчика там нашли на самбо сейчас. Только вот начала группа работать. Ну, то есть мы сейчас от оздоровления немножко уходим в спорт. То есть будет еще такая более углубленная программа. Постарайтесь и угодить каждому. У нас дети занимаются для здоровья и для результата. Потому что это очень важно, как бы, это стимул. Вот. Соревнования все стимулируют детей заниматься дольше, лучше, качественнее. Мотивируют, да? Также родители. Скажи, а по бодибилдингу, например, соревнованиям? По бодибилдингу, внутри клубов мы проводим только не соревнования, а такие для клиентов, как бы, ну, мероприятия, там, например, мероприятия по жиму штанги, лежа и так далее. Но это не соревнования для того, чтобы наши гости попробовали этот вид спорта и так далее. Как бы вот таких вот глобальных мы, конечно, не проводим. Побороться друг с другом, состязаться. Чисто побороться друг с другом, да. Ну, были соревнования по отжиманию. Ну, вот мы по отжиманию, по жиму штанги, там, по кроссфиту. Вот то, что по направлению подходит в несколько видов силового. А вот эти сайклы, эти фестивали, соревнования, это вы проводите? Да, это тоже от нашей компании проводится, я уже скажу, даже ежемесячно уже сайклы, фестивали, но это на больших площадках, мы арендуем площадки, потому что там большое количество людей, желающих. А что там в это время проходит? Выставляйте сайклы, и они под музыку, под диджея откатывают специальную программу, то есть интерактивным экраном и так далее. То есть это очень интересно. Вот он у нас проводится, мы должны проводить на корабле, сейчас ближайший, то есть оригинальный корабль, и там на корабле. Помимо сайкла, там еще, ну, различные программы функциональной тренировки, зумба. А вот, ну, объясни, я просто не могу понять. Вот от тренировки в зале, вот эти фестивали, они чем отличаются? Ну, они отличаются тем, что это, да, атмосфера, массовость, драйв и так далее. То есть ты заряжаешься друг от друга. Да, да, знаешь, это такая, как бы, тусовка больше, чем тренировка. Это уже для любителей, кто, ну, кому нравятся эти направления, они хотят вместе со своими единомышленниками познакомиться с такими же фанатами. Вообще в июле мы планируем в совхозе Миниленина провести фестиваль фитнеса. Вот выставить сайклы на парк-клубку, зумбу, там программа по акваэробике сделать интересную. Вот, если все хорошо будет, мы в июле планируем такое мероприятие. Ну, отлично, мы проанонсировали, да? Фестиваль фитнеса. И ближайшие мероприятия у нас для детей будет 1 июня, мы вот ежегодно проводим детский праздник в честь Дня защиты детей, будет детский спектакль у нас в Маугли, на воде, и специальная игровая зона около клуба, ну, где будут приглашаться там больные пузыри и все то, что любят дети. Первый день у нас будет детский праздник. Классно, спасибо.